В эфире первого карагандинского новости в студии Гульноржаке. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 161 населенный пункт может оказаться потопленным. В них живут около 40 тысяч человек. Под угрозой остаются все районы. Численность детей, болеющих аутизмом, с каждым годом растет. Как бороться с этим недугом, узнавала Аймамрина. В Караганде прошел областной турнир по боксу, посвященный памяти воинов-афганцев. Акимобласти лично проверит готовность регионов к паводку. Нурмухаммед Абдибеков призвал чиновников относиться серьезнее к предстоящему весеннему периоду. Нам нужен четкий сценарий действий в этот сезон, чтобы не возникло никакой угрозы людям, подчеркнул глава региона. Отчеты о проводимых работах его не впечатлили. Еще раз повторяю. В облаку УЛАД надо поставить обеспечение безопасности. Все здорово, старичка. 161 населенный пункт может оказаться подтопленным. В них живут около 40 тысяч человек. Под угрозой остаются все районы. Под водой могут оказаться до 120 участков автодорог, 11 железнодорожных, 22 автодорожных моста и 16 участков железных дорог. Более 60 сел рискуют остаться без электричества. На сегодняшний день по области заготовлено галюцией смазочных материалов 7957 тонн, продовольствия 226,7 тонн. Это то, что имеется в оборудовом наличии. Инертного материала заготовлено 142440 тонн, в межротарах 63657 тонн. Также заготовлены 58 тонн взрывчатых материалов. На случай эвакуации населения подготовлены 209 пунктов приема, более 40 палаток, около 10 тысяч кроватей и постельных принадлежностей. Созданы финансовые резервы области в размере 1 миллиарда тенге, а также запасы городов и районов. В регионе есть 220 гидротехнических сооружений. Все они имеют собственников. Всего было обследовано 53 объекта. По итогам обследования состава дат, где собственные контролы рекомендации по безаварийному профсу, пару пунктов. Так, на водоемах имеется 67 автоматических подозбросов, 16 штук-регуляторов. Опасность представляет, что зато ворозапивность, даже векоподъемный методист властей для рабочих состояний. Даны рекомендации комиссии в очереди перенести их в открытое положение. Погода в марте обещает быть теплой – от минус 10 до минус 4 градусов. В первой декаде месяца ожидается потепление до 10 градусов ниже нуля. Во второй половине марта – от 10 до 0 градуса. Аналогичная температура была в 1988 году. Объём вывезенного снега по области составил 765 тысяч кубометров. Построено 1,9 и отремонтировано около 33 километров защитных дамб. Продолжается работа по обследованию опасных территорий. Глава региона обещал посетить их лично. Аим Амрина, Лариса Хусейнова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. На 42-й сессии областного маслехата был утверждён состав общественного совета. 19 февраля в областном Акимате состоялось его первое заседание, на котором решались организационные вопросы. Секретарь Карагандинского областного маслехата поблагодарил всех членов рабочей группы по формированию совета за проделанную работу и пожелал новому составу оправдать оказанное им высокое доверие. Все повседневные вопросы, которые волнуют наших граждан, она, наверное, будет осуществляться и, наверное, в формате снятия группы, наверное, свои пожелания и другие вопросы, она будет исполнительным органом вместе решаться. Так что мы сегодня будем встречаться с рабочей группой, с очистительным членом начальственного совета. Председателем совета был избран известный общественный деятель, председатель Карагандинской областной территориальной избирательной комиссии, член дисциплинарного совета Агентства Республики Казахстан по делам Государственной службы региона Еркара Аймагамбетов. Его заместителем был назначен депутат областного маслехата, учёный, профессор, лауреат государственной премии Сергазы Адикенов. Секретарём общественного совета стала Наталья Вшивцева, президент Ассоциации Гражданский Альянс Карагандинской области. К членам общественного совета обратился Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Как раз вот этот инструмент, механизм общественного совета создаётся. Очень большие ожидания, и мы, как исполнительная власть, я по каким области этого инструмента, ожидаем повышения активности наших красок. Мы привыклись работать в такой системе, когда есть вертикаль, и свет, где крутится, определяется, кому делать и как двигаться. Так вот, вот эти общественные советы, на мой взгляд, они как раз призваны к тому, чтобы создать правую связь. Также на заседании обсудили проект «Положение об общественном совете», где было решено после внесения некоторых дополнений и изменений утвердить его на следующем заседании и внести на рассмотрение очередной сессии областного маслехата, которая состоится 26 февраля. Лариса Хусынова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Аутизм победим. В этом уверены родители детей, страдающих этим недугом. Всплотившись в одну команду, они провели в Караганде встречу, где делились опытом, показывали методы и приёмы реабилитации детей. Малыши пели и танцевали вместе со взрослыми. Подробности у Аймамрины. В тот момент я почувствовала то негативное отношение людей, которые говорили мне, что я издеваюсь над своим ребёнком, что с таким ребёнком нужно сидеть дома. Нургуль Джуркабаева воспитывает 7-летнего сына. Она рассказала о трудностях, которые сопровождали её семью на протяжении всех этих лет. Это общественное неприятие её малыша, дефицит информации о способах реабилитации и нехватка денег. Но Нургуль справилась. Сейчас её Куркем уверенно шагает, бегает и даже поёт песни. Всё это благодаря методике вовлечения детей в жизнь с помощью песен и игр, уверена Нургуль. В 2014 году я узнала, что в городе Алматы есть проект «Аутизм победим», что туда можно съездить, проконсультироваться со специалистами и получить какую-либо социальную помощь. Мы собрались недолго, а то мы поехали туда. Были там две недели. Мне очень эта методика понравилась. Съездило туда в итоге пять семей. Все эти семьи, побывавшие в Алматы, создали здесь собственный центр. Они тесно общаются и проводят вместе время, помогая другим родителям справиться со страхом перед заболеванием. Ведь аутизм – это не органическое поражение мозга, когда умирают клетки, а повреждение активности коры мозга и тела. И с этим можно бороться, уверены они. Их центр находится в Майкудуке, по адресу Восток-3, улица Коминтерна, 24. Количество детей с аутизмом, оно постоянно и неуклонно растет. И во всем мире ищут, как справиться с этой проблемой, как ее преодолеть, как помогать таким детям. И в том числе таких детей много очень. И в Карагандинской области, и в принципе по Казахстану. И основной, конечно, везде отмечают проблемы – это вопрос информирования семьи о такой проблеме, как аутизм. Потому что чем раньше родители начнут бить тревогу, тем быстрее можно помочь ребенку. Дети с аутизмом очень хорошо реабилитируются. Достаточно лишь изучить и применять определенные методы и приемы. Например, игра с мячом. Арина? Мячик. Папа. Такая методика помогает улучшить концентрацию малышей. Родители, помните, аутизм победим. Аймамрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал». «Галвин Херкюль». «Галвин» – оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Кто-то переводит старушек через дорогу, кто-то помогает не упасть на скользком льду. А герои следующего сюжета решили помочь материально, бесплатно раздать хлеб пенсионерам. Подробнее об акции смотрите далее. Каждое утро буханки свежего хлеба уже лежат на прилавке и ждут своих покупателей. Но особенность этого магазина в том, что хлеб предназначен для пенсионеров и раздается совершенно бесплатно. Хотели пенсионерам помочь в день, хотя бы по одной бухе бесплатно давать. И решили, сыном вместе, вот уже вторую неделю даем хлеб бесплатно. Но ничего, заходит, люди берут, благодарят нас за это, спасибо. В начале горожане не верили, что бывает такая благотворительность. Со слов Алмагули Спановой, когда стартовала акция, в день брали примерно 10 булок хлеба. Но сейчас по сарафанному радио весть об акции разнеслась по всему району. Им пенсионеры с самого утра идут за вкусным хлебом. На сегодняшний день раздаем более 20 буханок. Пенсионерка Тамара Бахтеева получает 30 тысяч в месяц. Приходится тяжко, цены ведь на все поднимаются. Женщина узнала про акцию неделю назад. Спасибо, что хлеб бесплатно нам дают. По одной булочке хватает на деньги. А я зашла в магазин, туда, обычно же там хлеб берем. Мне сказали, хлеб пенсионерам бесплатно. Думаю, хорошо, ничего еще, все еще нам надо пенсионерам. Сейчас подобная акция добра набирает популярность по всему Казахстану. Все же хорошо, что люди не остаются равнодушными к нуждающимся. А сердце Зымбаева, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинка Анна Белоус открыла школу дизайнеров для креативных модельеров и всех, кто желает постичь азы кройки и шитья. Девушка назвала свою школу «Лаборатория моды». Она мечтает провести модное дефиле в шахтерской столице. Обучает Анна как платно, так и бесплатно. Ее практику смогут пройти матери-одиночки и девушки, не имеющие возможности заплатить за учебу. Две швейные машинки – это все, что пока есть в лаборатории у Анны. Но несмотря на ограниченные ресурсы, у молодой учительницы уже есть свои ученицы. Девушке приходят заниматься к ней в выходные дни. Наталья Юрьева – домохозяйка. Она воспитывает троих детей. Курсы Анны молодая женщина посещает с удовольствием. Я попала сюда спонтанно, была детская мечта. Просто хотела научиться шить с детства. Я не профессиональный закройщик, я вообще не умею шить. Здесь может начать любой профессионал. И действительно, огромное будущее их ждет. Но я пришла сюда пока для себя и дать информацию своей дочери. Анна обучает своих учениц кройки по методике Любокс. Она уверяет, научиться шить может каждый. Ее цель не просто научить кроить, но и привить обучающимся дизайнерский подход. Именно его в карагандинских ателье зачастую не хватает, заявляет девушка. Все шьют по шаблону, не проявляя инициативы. А для продвижения моды важна экспрессия и креативность. Мы понимаем, что сейчас кризис, и сейчас не у всех есть деньги обучаться. Поэтому у нас есть места для бесплатного обучения. То есть это может быть матери-одиночки или многодетные мамы. То есть у нас вот сейчас обучаются такие люди. И места еще открыты. То есть если даже кто-то хочет обучаться, но у них нет денег, они могут получить профессию бесплатно. Сейчас в школе Анны занимаются 18 девушек. В ближайшее время она планирует наладить связь с модельерами караганды и провести показ мод. Аймамрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Задержана организованная преступная группа по торговле наркотиками в Тимиртау. Лидер группы, 49-летняя жительница Тимиртау, с целью личного обогащения и извлечения регулярного дохода, решила создать организованную преступную группу по незаконному сбыту наркотических средств, предварительно определив и четко разграничив обязанности каждого. Группа работала устойчиво, согласована методами концентрации, что подтверждает длительность ее существования. Сбыт наркотиков производился перечислением денежных средств покупателями на карт-счета, открытые на подставных лиц. Наркотики сбывались посредством сотовой связи, смс-сообщений и условных мест закладок наркотиков. Все участники группы в количестве 8 человек на сегодняшний день во двориной изолятору временного содержания. По данному факту на сегодняшний день проводится досудебное расследование по статье 262, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Благодаря четким и грамотным действиям оперативного дежурного УВД Шахтинска по горячим следам раскрыт грабеж. 21 февраля текущего года двое граждан Российской Федерации обманным путем, войдя в доверие, проникли в квартиру 82-летнего пенсионера. Подозреваемые предлагали ему купить инструменты для ремонта автомашины, так как у них якобы закончились деньги на дорогу. После доверительной беседы они увидели, где пенсионер прячет деньги и, завладев одним миллионом тенге, скрылись на автомашине Volkswagen Touareg. Один из соседей, заметив, как двое подозрительных лиц выбежали из его подъезда и в торопях сели в автомашину, сразу же сообщил в полицию марку и номер машины. Оперативным дежурным УВД города Шахтинска тут же был объявлен оперативный план – перехват. Сотрудниками дорожно-патрульной полиции задержаны под отрываемые автомашины, в салоне которой находился 40 и 29-летние граждане Российской Федерации. Они дали признательные показания, вещественные доказательства и изъят. На сегодняшний день по данному факту проводится досудебное расследование по статье 191, то есть грабеж. Задержаны в одворенный изолятор временного содержания. Судьба национального вида борьбы «Казах-Курисе» в плачевном состоянии. Спортсмены занимаются, где придется, ездят на турниры за свой счет. Много денег уходит и на проведение соревнований. Нужно обеспечить приезд гостей и атрибуты для награждения. Приходится раскошеливаться родителям борцов. Один из таких самофинансируемых отборочных на первенство области турниров состоялся в поселке Топар. Турнир по «Казах-Курисе» состоялся в поселковом доме культуры. Здесь же проходят и тренировки, рассказывают борцы. Им с трудом удалось добиться выделения этой площади. Родители спортсменов зачастую сами финансируют все мероприятия. В среднем они тратят около 15 тысяч тенге на каждый турнир. А если отправлять детей на соревнования в другой город – и того больше – около 30 тысяч. А добиться поддержки от управления спорта очень тяжело. «Мы все покупаем сами, начиная от экипировки до проживания в гостинице. Никаких денег на развитие этого вида спорта не выделяется. А вот если кто-нибудь становится победителем республиканских соревнований, наши чиновники приписывают все лавры себе. Но ведь тогда они должны нас поддерживать». Олег Комков выделялся среди своих сверстников отличной хваткой. Со слов юноши, он занимается «Казах-Курисе» со второго класса. Его в спорт привел отец. На его счету уже есть победы. Он занял третье место в турнире «Жаз-Борис» и призовые места в республиканских соревнованиях. Десятиклассник планирует связать свою будущую профессию с борьбой. «Это очень хорошая борьба. Она развивает гибкость, мышление и дает много силы. Это не просто делать броски. Тут надо думать, мыслить, как подцепить, как бросить». Организаторы турнира отмечают растущую популярность «Казах-Курисе». На первенство области съехались 170 борцов из всех уголков региона. Победители турнира отправятся защищать честь области на республиканский турнир. Чемпионат Казахстана состоится 26 марта в Кахшитау. По итогам сегодняшнего турнира лучшие из лучших получат путевки для участия в нем. Спортсмены боролись в четырех весовых категориях, начиная от 64 килограммов. Юноши и девушки 15-17 лет выкладывались в полную силу. Победителей наградили грамотами и медалями. Аймамрина Олжас Габбасов, Арман Нартаев, первый карагандинский. И последнее. 77 спортсменов приняли участие в четвертом открытом областном турнире по боксу среди молодежи, посвященном памяти воинов-афганцев. Ребята из пяти областей приехали в Караганду, чтобы побороться за кубок победителя. Подробнее расскажет наш корреспондент. Посмотреть на зрелищные бои пришли не только карагандинцы, но и жители других областей. В центре бокса имени Серика Сапиева не было свободных мест. Спортсмены из пяти областей боролись за звание лучших. Ребята на ринге показали высокий уровень мастерства. Этот турнир, наверное, отличается от других турниров, которые проводятся у нас в городе, в других городах, тем, что он посвящен памяти и чтобы молодое подрастающее поколение знало, что это такое, знало ребят афганцев, практически кровесников, которые 18 лет узнали, что такое война. В общем, мы посчитали для себя честью провести этот турнир в памяти военнослужащих. И вот так получилась традиция уже четвертый год подряд проводим этот турнир. Это время, когда был день вывода войск в Афганистану. Мы приглашаем всех афганцев. 77 спортсменов представляли пять областей. Из Карагандинской области выступили ребята из городов Абай, Тимиртау, Балхаш. Из Шахтинска приехал за победой Василий Савчук. Спортсмен занимается боксом уже шестой год. Он обладатель нескольких республиканских наград и мастер спорта по боксу. В данном турнире он выиграл первый бой. Впереди предстоит еще два. Как и у многих спортсменов, у Василия есть мечта, которой он уже давно стремится. Олимпиады, Пасе Ходоев, там тоже выиграть первое место. Я рад участвовать в этом соревновании. Областной турнир памяти воинов-афганцев уже стал традиционным. В планах организаторов проводить такие соревнования на республиканском уровне. Лариса Хусейнова, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у Вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова